Предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей – главная задача для всех ответственных за это взрослых, и водителей на дороге, и учителей в школе, и инспекторов дорожного движения, и родителей. Сегодня в стенах школы САД номер один города Бреста прошел открытый урок, в котором принимали участие педагоги со всей области. Особенность этого эксклюзивного занятия в том, что в тандеме с учителем выступила инспектор ГАИ. Мы покажем, как правильно обучать детей правилам дорожного движения. Они должны знать элементарные правила безопасности. В первую очередь, конечно же, это дорожные знаки, жесты регулировщика, а также, как правильно переходить по пешеходному переходу, как правильно вести себя в общественном транспорте, как правильно вести себя в автомобиле и так далее. Различные дорожные ситуации мы будем проходить. Плюс ко всему, мы сегодня делаем презентацию новой компьютерной игры по правилам дорожного движения. И вот и посмотрим, как ребята справятся сегодня с вот этим новым заданием. Ребята показали по-настоящему глубокие и основательные знания правил дорожного движения. Ни один из вопросов сотрудников ГАИ не остался без правильного ответа. Высокий уровень подготовки и знаний, закономерный итог усиленной и целенаправленной работы со школьниками. Ведь именно такой подход с наглядными примерами в игровой форме и при взаимодействии школы и инспекторов автомобильного движения приносит самый лучший результат при работе с такой категорией пешеходов. Закончились летние каникулы и очень важно сейчас вспомнить правила дорожного движения, потому что это, прежде всего, безопасность наших воспитанников. Именно поэтому сегодня у нас проходит такое воспитательное мероприятие совместно с сотрудниками ГАИ, которое направлено на то, чтобы наши ученики вспомнили правила дорожного движения, что-то подучили, потому что самое главное – это безопасность на дорогах и их жизнь. Дорога – это не территория для игр и прогулок. Она не прощает ошибок, а потому научить детей их не совершать – основная цель всех участников прошедшего открытого урока. Педагоги, принимавшие в нем участие, готовы перенимать опыт коллег в подходе к обучению и признают, что именно такая игровая форма – самый лучший вариант для младших школьников. Конечно же, для детей это очень замечательное мероприятие, потому что, ну, дети в таком возрасте, им скучно и неинтересно, просто сухая какая-то информация. А здесь вот в виде игры дети, во-первых, они в такой практической деятельности, все это лучше запоминают, и для них это понятно и интересно и важно. И вообще мы сами поражены вот и речью детей, действительно, их можно сразу брать в помощники ГАИ. Но учить ребенка можно только в том случае, если он сам этого хочет. Важная составляющая успеха в освоении правил движения – сознательность и серьезный подход к делу самих ребят. Ведь, несмотря на юный возраст, каждый из них понимает, чем может грозить несоблюдение режима на дороге, и потому с готовностью не только учат знаки и правила сами, но и порой подсказывают взрослым. Конечно, надо соблюдать правила дорожного движения, потому что это важно для самого человека и для его жизни. Я сама соблюдаю правила дорожного движения, так как я сама езжу из школы на автобусе домой и соблюдаю правила дорожного движения. Родителям я часто напоминаю, что нам нужно, как нужно себя вести на дороге, потому что мало ли что, вдруг, не знаю, забыли. И я скажу, ты прав, мой друг, тут речь идет о жизни нашей, здоровый человек, гипсованного, краша.